В издательстве «Телескоп» творческий процесс. Обсуждают изображения для билбордов. Какие-то из них уже весной украсят наш город. Но обнародовать не готовы, эскизы нельзя. У дизайнеров так не принято. Исключение сделали только для нашей съемочной группы. И то после долгих уговоров. А еще здесь очень много книг. Сотрудники оставляют на память по экземпляру каждое, что отсюда уходит в печать. За последние десятилетия было издано более 30 книг, посвященных истории Севастополя. Книга – это как рождение ребенка. Она сначала проходит стадию совершенно сырого макета. Потом приближается, приближается. И в конце концов корректуры какие-то окончательные. И печать. Оформлением рекламных счетов тут не ограничиваются. Наоборот, это лишь маленькая часть большой работы. Коллектив «Телескопа» участвовал в оформлении проекта реконструкции Малахова-Кургана. В команде с другими специалистами трудился над созданием музея «35-я береговая батарея». Так называемая экспозиция «Подземелья» – дело их рук. Этим проектом больше всего гордится директор Юрий Рындин и дизайнер Мария Воронежская. Хотя, признаются, оба было непросто. Учесть там все климатические условия подземелья, учесть стилистику, да, потому что музей не оформлен. Это вот эти вот первозданные стены. То есть был найден вот такой аскетичный вариант в голых плакатах с черным торцом. Ну, то есть это, может быть, кто-то и не поймет, что это дизайнерское решение, но это решение. Сами витрины там с экспонатами мы делали. Пантеон. Вот таблички погибших защитников. Это резалось у нас на станках. Мы получали списки, вырезали, монтировали. Сейчас я покажу вам еще один плод творения издательства «Телескоп». Причем каждый из наших телезрителей, сам того не подозревая, видит его так же часто, как включает телеканал НТС на своем телевизоре. Вот этот логотип в левом нижнем углу экрана, эти три знакомые многим буквы НТС, тоже рисовались и оформлялись дизайнером телескопа. А недавно один из проектов издания отметили дипломом. Наград они не получали раньше никогда. Это первое за 13 лет. Но очень ценное. Телескоп признали лучшим в Крыму проектом по оказанию услуг предпринимателями в социальной сфере. Имеется в виду многолетний проект историка Екатерины Алтабаевой «Дневник севастопольского школьника». Школьные принадлежности с полезными заметками на полях оценили по достоинству. «Дневники – тема такая благодатная, но на самом деле достаточно много подводных камней. Тут нужно угодить младшим школьникам, сделать доступным для них материал. И нужно дать интересный материал для старших школьников». «Севастополь-Ведение» – вообще главный проект издательства, говорит Юрий. Знать историю родного региона, что может быть полезнее для школьников. Его дети и их одноклассники все пользуются такими дневниками и тетрадями по «Севастополе-Ведению». А вот книга, которая пока бьет в издании все рекорды по подготовке к сдаче в печать. Целых шесть лет издатели вместе с учеными собирали материал, приводили его на три языка, подбирали иллюстрации, сверяли данные, перечитывали и дополняли. В результате родилась вот эта энциклопедия о Херсонесе. «Очень авторы серьезные. Подход у них такой именно академический к изданию книг. Поэтому они вычитывали буквально каждую букву и много лет дополняли материалы. И вот получилось такое очень серьезное, почтенное издание. Мы как бы гордимся, что они нам доверили». В общем, работа в этом кабинете, где трудятся шестеро талантливых, а именно столько человек в коллективе, есть всегда. Главное, чтобы у тех, кто ее выполняет, не заканчивалась фантазия. Виктория Косогляденко, Павел Красиков, Дмитрий Лилека, Севонформбюро.